30 сентября В главном бою турнира известный омский боец Александр Шлеменко сразился с чемпионом бразильской лиги СФТ Клебером Соузой. Для нашего спортсмена это был первый бой в родном городе после 10-летнего перерыва. Он активно стартовал, бил свои фишки, выпады коленом, удары с разворота. Бразильский боец выдержал давление. Шлеменко был близок к победе удушающим приемом. Соперник ответил точным ударом коленом. В итоге мнения судей разделились. После подсчета баллов была объявлена ничья. Мне кажется очень зрелищный выпоказ получился. Единственное, я почему не согласен, что мы сделали ничью. Удушение было в третьем раунде довольно длительное время. А где его финиши, где он пытался финишировать, чем? То есть атаки все были мои. Я его зажимал, я его бил, я его постоянно гнал, он только отбивался. Ярким и динамичным стал со-главный поединок. Боец команды Шторм Шлеменко Файт Тим Александр Осетров быстро захватил инициативу в поединке с бразильцем Бруно Роверсом. Сначала потряс соперником мощной серии разнообразных ударов, а на четвертой минуте нокаутировал бразильского спортсмена. Начался бой, я пытался что-то подбирать, искал ключики к нему. В принципе я их нашел и получилось завершить досрочно в первом раунде. Когда встать я ударил левой ногой, почувствовал, что я его зацепил. Не сказать, что прямо болтанул, но цепанул. Увидел это в глазах и продолжил напор натиска и завершил досрочно. Еще в двух поединках основного карда боец клуба Шторм из Дагестана Абдул Гайрбегов единогласным решением судей за счет большего числа тайкдаунов и доминирования в партере взял верх над борцом из Армении Арсеном Нерсисяном. В поединке девушек мнения рефери разделились. В схватке между новосибирской спортсменкой Юлией Островерховой, выступающей за команду Шторм Шлеменко Файт Тим и Анастасией Феофановой из Калининграда, соперницы попеременно перехватывали инициативу, атаковали и в стойке, и в партере, но для победы не хватало решающего усилия. В итоге ничья. Выложилась по максимуму, не могу сказать, что я где-то не доработала, соперница достойная, то есть это одна из достойнейших, наверное, из тех, с кем я встречалась, поэтому, ну, значит, судьи разрешили так, поэтому, значит, так. На турнирах, где хозяева организаторы, нужно выигрывать досрочно, я с этим соглашусь, но и все-таки я немножко этим недовольна. А город очень хороший, очень отзывчивые люди, все, ну, всегда рады помочь. Отметим командный успех бойцов Шторм Шлеменко Файт Тим и школы единобор Шторм. Спортсмены выиграли 8 поединков из 12. На счету о мячей 4 победы, 3 из них в предварительных боях. Александр Подмарев финишировал бойца из Новосибирска Достана Елги Ербека за 34 секунды. Роман Аракелян одержал свою третью победу в СФСИ. Дебютант промоушена, воспитанник школы Шторм Станислав Набаян в упорном поединке взял верх над калининградцем Евгением Доможировым. У нас был такой план на бой, то есть ловить соперника на контратаках, переводить и работать. Старался заходить. Вообще, была, конечно, задача, идеальная задача досрочить, то есть закончить досрочно. Ну, получилось вот так. Евгений был сильный соперник. Работали с моими тренерами во главе нашей команды «Шторм Шерменков Айтим» Александр Павлович Шерменко. Вся моя команда, ребята, мой тренер, у кого я тренируюсь с детства, это Алексей Грицко, Андрей Корешков. Все ребята мне помогали. Вот, я чувствовал эту поддержку, так как для всех это было важно, потому что это был первый поединок. И, как уже сказали, я один из тех ребят, который пришел сюда с открытия школы. Дату проведения следующего турнира организаторы определят в ближайшее время.